Алексей Николаевич Батян Он был хорошо знаком с разведчиком и восхищался им Незадолго до его 103-го дня рождения, который был в этот понедельник, 10 февраля, мы разговаривали с легендарным разведчиком Он надел свой парадный пиджак и неожиданно вспомнил свою уже ушедшую из жизни жену Она не знала, что я русский, да Я был как чех, там же работал в Чехии Легендарный Алексей Николаевич Батян Жена узнала, что он нелегальный разведчик лет через 10 после окончания войны, когда его отозвали в Москву Немецкий хорошо знаю, я могу за немцев сойти всегда Вот, польский, чешский В том последнем интервью он рассказывал нам о своих спецоперациях во время Великой Отечественной Часть из них засекречена до сих пор Часть известна всему миру Именно Батян спас от полного уничтожения польский Краков В 45-м, отступая, фашисты планировали взорвать исторический центр города Та спецоперация даже вошла в основу художественного фильма «Майор Вихрь», а образ героя был списан с Батян В фильме город заминирован, разведчики узнают время взрыва и за считанные секунды до него успевают взрыв предотвратить «Майор Вихрь», а это был настоящий позывной Алексея Николаевича, погибает Впрочем, в жизни не все было как в кино Всю войну я провоевал и ни разу ранее не было Пуля прошла мимо меня, поцарапины были Все остальное правда Только группе Батяна для спасения города пришлось взорвать склад боеприпасов в древнем замке под Краков Абсолютно безоружили немцы, это самое главное Они не взрывали ни одну плотину Город Краков остался целый, потому что им уже не до этого было Им скорее бы ногу унести 19 января 45-го советская армия стремительно освободила Краков Город, сегодня входящий в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Популярное туристическое место Батян, которого послевоенное поколение поляков хорошо знало как легендарного партизана Алешу Благодаря которому Краков и остался цел В своем последнем интервью недоумевал, что творится сегодня в Польше Они хотят из истории вычеркнуть освобождение советской армии Польши Сами они это сделали Вот поэтому и такая риторика идет Батян был последним свидетелем тех событий Уже нет живых никого из его группы В которую входили его боевые товарищи поляки Они бы тоже не поняли, что их потомки в стране разрушают памятники советским солдатам-освободителям И пытаются доказать, что не Германия, а Советский Союз начал Вторую мировую А ведь в 1939-м родившийся в Российской империи Алексей Батян воевал в польской армии против Германии Даже получил первую свою награду за три сбитых его зенитным расчетом Юнкерса Его жизнь была иллюстрацией тех непростых времен Польский солдат с русскими корнями Из-за этого, кстати, его долгое время не хотели представлять к званию Героя Советского Союза Золотую звезду ему вручил в 2007-м Владимир Путин За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Крак Тогда ему было уже 90 лет Крепкий старик, ежедневно крутивший по утрам педали, игравший в волейбол, шахматы И продолжавший все эти годы консультировать наших разведчиков Алексей Николаевич Батян Легенда разведки Герой России Ветеран войны Совсем немного не доживший до 75-летия победы Майор Вихрь в Минске, легендарный разведчик, герой России, уроженец Беларуси Алексей Николаевич Батян Приехал посетить малую родину Именно он стал прототипом знаменитого литературного и киногероя по мотивам произведения Юлиана Семенова Встречу с именитым ветераном организовали в Институте национальной безопасности В первую очередь нашего соотечественника наградили медалью приурочной столетию КГБ, которая моложе его всего на один год И здесь же состоялся первый международный турнир по шахматам на кубок Алексея Батяна Именно ему предстояло сделать символический первый ход на шахматной доске И тем самым ознаменовать открытие соревнований В это же время состоялось неформальное общение легендарного советского разведчика с главой КГБ Валерием Вакульчиком Как отметил руководитель ведомства, жизненный путь нашего соотечественника стал символом борьбы за справедливость и мир Подвиги во время Великой Отечественной войны и профессионализма в оперативной работе стали примером для многих поколений, в том числе и для современного Сам Алексей Батян признался, что всегда чувствовал себя гражданином Беларуси Я в Беларуси считаю своим родным моей родиной, что можно другого И безусловно, если даже потребовалось бы сейчас защищать Беларусь Я в первую очередь сам бы до бороводца пришел бы и стоял бы насмерть в защиту своего отечественного родной своей Беларуси Что можно сказать? Я всегда горжусь тем, что я Беларусь Потому что люди у нас очень честные, порядочные В шахматном турнире приняли участие ветераны органов госбезопасности Беларуси и России Соревнования проходили по строгим международным канонам Точнее, быстрые шахматы по шевенгенской системе 16 участников разбились на пары Призы достанутся лучшим как в индивидуальном, так и командном зачете Уже завтра Алексей Батян планирует посетить малую родину, деревню Чертовичи в Воложинском районе Об этом мы расскажем в наших выпусках Когда в телевизоре появился он, майор Вихрь, улицы пустели Одноименный телесериал на экраны вышел в 67-м году Это история о разведывательной группе, заброшенной в немецкий тыл Главная задача – не допустить уничтожения фашистами сокровищницы мировой культуры – Кракова История более чем драматическая, к тому же основана на реальных событиях Это не Краков То есть это не Краков? Нет А вы что, бывали в Кракове? Нет Откуда вы знаете, что это не Краков? Потому что я достаточно серьезно готовился к этой операции Зрители изумлялись, как сценаристы смогли придумать такой колоритный персонаж И раскрыть характер главного героя Но не вымысел Спустя годы большая страна узнала Прототипом персонажа майора Вихря являются сразу три человека Один из них – белорус Алексей Батян Его жизнь долгое время была под грифом «Секретно» Родные уверены Автору сценария удалось передать характер главного героя Он всю жизнь был такой шустрый Он в детстве зайцев ловил Трех зайцев поймал Руками Ничем-нибудь Именно благодаря скорости и ловкости Молодой разведчик получил позывной «Вихрь» В послужном списке сотни секретных операций На пенсию легендарный разведчик ушел в звании полковника Жить остался в России Но на свою малую родину, даже несмотря на возраст, приезжает каждый год Небольшая деревня Чертовичи От Минска меньше часа езды Обычно здесь тихо, жизнь размеренная Но в этот день поселок оживился Такие встречи всегда события Собрались не только родственники, почти все односельчане А это дом легендарного разведчика Его строил еще и его отец Алексей Батян здесь вырос Говорит, поменялось в деревне многое Стало больше молодежи И обстановка в доме уже так же мало напоминает детство А где ты икону забрала? Икону, а не сняла, икону забрала Уже традиционно среди обязательных мест Для посещения могила родителей А в этом году встречу с именитым ветераном Организовали и в Институте национальной безопасности Большая честь вручить вам этот знак 100 лет органам государственной безопасности И здесь же состоялся первый международный турнир По шахматам на кубок Алексея Батяна Именно майору Вихрю предстояло сделать Символический первый ход на шахматной доске В кино легендарный майор Вихрь погибает А вот в жизни другой финал Счастливый Хотя сам Алексей Батян уверен До его финала еще далеко И сейчас в свой 101 год Алексей Николаевич в боевом настроении Будто каждый день подтверждая Бывших разведчиков не бывает Влада Корницкая, Павел Савицкий, Юрий Лбовников Наши новости ОНТ Спасибо, что поддержили Субтитры создавал DimaTorzok